Радио Азовская столица Сегодня мы говорим в рамках нашего проекта музыкальный подкаст Азовской столицы Если вы нас слушаете на подкаст терминале или же в эфире радиостанции Сегодня говорим о проекте Solar Group или проект Дуинова Это тоже интересный краудинвестинговый проект, вечерный проект Которым мы даже еще не рассказывали здесь на терминале Но мы много говорим об этом на Redline TV И сегодня хочется поговорить кратко о проекте Дуинова От первого до седьмого этапа, что было сделано буквально под конец года Небольшой, абсолютно небольшой итог Музыкальным фоном будут сегодня наши украиноязычные песни В общем-то довольно-таки популярные тоже Как бы среди всех их чартов радиостанции Ну и так как самая новейшая, самая хитовая Это каска с треком Плакала Начинает наш сегодняшний рассказ по этапам проекта Асинхронные двигатели Дуинова Поехали Сначала в мае 2017 года Хотя, как известно, сама технология разрабатывается и тестируется Дуиновым и его командой более 23 лет Реализация каждого нового этапа финансирования закладывает фундамент будущей компании с мировым именем Призванные изменить представление человечества об электродвивителях Итак, сегодня вспоминаем, чем запомнился каждый из этапов финансирования проекта Итак, первый этап Был запущен личный кабинет, важный инструмент в инвестиционной деятельности А также была проведена первая встреча с инвесторами Где каждый присутствующий и заинтересованный в проекте человек Познакомился с его ключевыми лицами И имел возможность воочию увидеть разработку Дмитрия Дуинова И задать свои собственные вопросы Продолжает нашу сегодняшнюю музыкальную презентацию Аня Лорак с треком Поцелуй на радио Итак, продолжаем сегодня по проекту Дуинова Третий этап Solar Group Асинхронный двигатель Дуинова Стал одним из ключевых И перевел проект на более серьезный уровень Были арендованы новые площади Для разворачивания деятельности компании Sof Elmash Также была реализована испытательная лаборатория Смонтирована и запущена на стендовое оборудование И выпущен первый авторский справочник Дмитрия Дуинова В общем-то, тоже достаточно много было сделано Но, может быть, в принципе, рядовому инвестору это не заметно Но, как бы, такая вся подводная работа проводится И проводилась, и проводится сейчас Но, я думаю, на более поздних этапах Можно просто увидеть будет гигантское развертывание деятельности Данного проекта Филипп Киркоров и Наталья Могилевская Я скажу, ты бивау Продолжаем разговор о двигателях Дуинова На радио Азовская столица Поехали Азовская столица Четвертый этап развития синхронных двигателей Дуинова Еще больше утвердил позиции Практически полностью оборудованные современными приборами И техникой новые производственные участки Начато испытание двигателей мотор-колес На стендовом оборудовании в лаборатории Запущен инвестиционный договор Получено гарантийное письмо от крупного партнера о дофинансировании проекта в случае необходимости Тем самым нейтрализованно финансовые риски А это очень важно Тем более, если проект не получит нужного финансирования У них есть страховка Ну и заключен договор с инвестором О строительстве завода По производству двигателей по технологии Дуинова В особой экономической зоне Чаплыгина Это четыре этапа И, в общем-то, мы видим, что достаточно большой объем работы Сделан за вот эти вот четыре этапа После очередного трека Лама-Литак Мы поговорим о следующих этапах, которые были в дальнейшем Итак, слушаем Азовская столица С любовью к Приазовью Пятый этап Пятый этап был полон событий Которые позволили проекту перейти сразу на седьмой этап Подписано соглашение о сотрудничестве с потенциальными заказчиками из Китая и Европы Начали тестирование собственного контроллера В Китае запущено серийное производство двигателей DA-90S Модернизированных по технологии славянка силами Виктора Арестова В сотрудничестве с компанией Denzel Также получены новые патенты уже на компанию Sof Elmash Тем самым увеличена стоимость нематериальных активов компании И начаты новые серьезные тесты двигателей в лаборатории То есть, шестого этапа Достаточно быстро компания проскочила И перешла сразу же, перепрыгнула через этап Так как была сделана довольно-таки Сделан большой объем работы Наталья Могилевская Ведь правило Месседж Такой трек звучит на Азовской столице В качестве перерыва в нашем сегодняшнем разговоре О синхронных двигателях Геннала Азовская столица Сегодня проект на седьмом этапе своего развития И уже радует инвесторов серьезными достижениями Получен код компании-разработчика Что открывает дополнительные горизонты для Sof Elmash В Китае запущено в серийное производство уже второй двигатель По технологии Dinova DA100S Что отлично для популяризации технологий в России и за рубежом Двигатели доступны к заказу и покупке Через 9 месяцев ожидания получено решение Об утверждении проекта на вступление в особую экономическую зону Технополис Москва на площадку Алабышева Команда актуализировала информацию в заявке Передала ее в особую экономическую зону Для последующего подписания договора И уже проводится подготовительная работа И переговоры по строительству будущего конструкторского бюро Параллельно проходят испытания двигателей в лаборатории Sof Elmash И завершается работа над документацией, необходимой для деятельности будущего предприятия С переходом на каждый этап проект закрепляет свои позиции Нивелируя финансовые риски И становится все более привлекательным для инвесторов Если вы до сих пор еще не в проекте То присоединяйтесь по ссылкам, которые будут указаны Под данным аудиоподкастом На подкаст-терминале Podstar Ну а если вы слушаете нас в эфире Азовской столицы То, естественно, пишите нам в телеграм-чат Азовской столицы Ну и завершает наш сегодняшний разговор по Дувинову Ани Лорак С песней, с треком Хорошо известным треком Мри Промена Мри А с вами был Герман Пермяков И до следующих подкастов Всем привет, друзья И сегодня будет видео Вебинар Мотор-колесо Дуинова Но я его записал Сделал запись в обратном порядке Ребята, значит, новички Дело в том, что У меня уже есть люди, которые в курсе Что это за проект И им, конечно, более интересно Последние новости от самого Дуйнова То есть Поэтому я решил сделать так У меня будет вебинар немного в другом порядке Сначала будет идти запись Самого Дуйнова Вот он будет рассказывать о проекте И отвечать на вопросы А потом уже для новичков Я поставлю запись вебинара сегодняшнего Где Павел рассказывает, так сказать, вводную часть Что это за проект, что и как В общем, как-то так Всем своим партнерам передаю привет, друзья Помните, что просрочка, напоминаю Допускается до 20 дней по платежам И в любом случае Обязательно связывайтесь с техподдержкой И с компанией, и с сотрудниками Чтобы предупредить и решить вопрос Если у вас платеж просрочен Чтобы не получилось так Что вы платите, платите И вдруг теряете Венчурную премию Это самое вкусное А она начисляется только при Когда вы полностью выплачиваете пакет Ну все, друзья Приятного всем просмотра Еще раз поздравляю всех своих партнеров С очередным достижением компании Вход в особую экономическую зону Алабушева Комиссия пройдена Ну и приятного просмотра В принципе, нам пора бы Заводить Наверное, справочник афоризму Крылатых выражений с вебинаров Вот В которых отражать вопросы, ответы Потому что иногда бывают очень интересные хлестки Меня слышно? Видно? Поставьте плюсики, пожалуйста Ну, видно, да Хорошо Спасибо Ну, сегодня Павел был, как никогда, в ударе Мне понравилась его фраза Потом Дмитрий Александрович будет делать то же самое, что и я Да, хорошо Вот Еще Такая фраза, что Не переживайте, мы всех посадим Вас всех посадим Имеется в виду, что все места хватит Здесь есть присесть, да Но Это как Говорят в анекдоте Такое есть Говорят, но в современном мире Понятие Вставать с петухами Приобрело несколько иной Смысл Из этой же оперы Ну, завершением, конечно, сегодня можно Считать фразу Не надо пытаться вывести меня на чистую воду Это первое Это первое Да Ну, ничего Без шутки, без юмора, наверное, было бы скучно Потому что наша жизнь Не упирается только в сухие цифры Вот И такие вот серьезные лица Да, все-таки Должен быть и юмор И вот Ну, потому что это жизнь Такая жизнь Все мы люди И когда Пытаемся много рассказать О многом сказать Ну Иногда допускаем Выражение, когда у нас Мысль опережает Слово, да Одно за другое спотыкается Ну, надо относиться к этому С юмором С пониманием Потому что Все мы страдаем В некоторой степени косноязычия Так что все нормально Вот Уважаемые коллеги Так как у нас Проект инвестиционный Хотелось бы Отметить одну вещь Ну, во-первых Обращаю внимание Что просто так Ничего не говорится Ничего не делается Да Вот Поэтому Где-то Информация есть В сети я в начале Выкладывал Здесь перечень вопросов Вкладка вопросов И чат Я выкладывал Ссылочку на Информацию Что 14-15 февраля 2019 года В городе Сочи Будет проходить Инвестиционный форум У нас проект Инвестиционный форум Инвестиционный Очень интересная Такая вот вещь Я надеюсь И думаю Что там Будут подниматься Вопросы По краудинвестингу И краудфандингу В России Как одному Из инструментов Развития экономики Придачи И динамики Определенно Потому что Ни для кого Не секрет Что Сейчас В мире Ищутся пути Как оживить экономику Потому что Вот Запланировано Устаревание Все остальные Методы Герсификации Экономик Они уже Не дают Того Желательного Темпа Потому что Ну Я не знаю Правильно Неправильно Но мне кажется Что неправильно Была принята Стратегия Запланированного Устаревания Которая Приводит к тому Что идет Постоянная гонка За увеличение Объема производства Ну А в результате Растут свалки Я полагаю Что в советское Время Было Было Более правильная Политика Когда Наоборот Пытались Сделать Технику Такую Которая Могла бы Служить Очень долго Ну Менем Лет Десять Хотя бы На Сторон Надежды Да Она может быть По дизайну Несколько Устаревала Но Она успевала Стать Ретро В свое Время Так же Случилось В погоне За полупроводниками Оказалось Что Советский Союз Настолько Отстал В этом Деле Что Продолжал Выпускать Лампы Вакуумные Лампы Пентоды Титроды Электронно-лучевые И так далее Что Потом Эти лампы Продавали Чуть ли не Наверное Золото Потому что Любители Качественной Музыки Делали усилители На лампах Вот Так что Отстало Передили Это так Шутка В то же время Наверное Смотрели Видеосюжет На Днях На этой Неделе У нас Один из Покупателей Привез На ремонт Аппарат 2008 Года Выпуска Горыныч Вот Таких Аппаратов С такими Отказами Вообще С отказами Не так Много Больше Чаще Это Горелки Вот И было Приятно Увидеть Аппарат Из первой Партии Посмотреть Как же За Без срок Эксплуатации Как он Его пережил Но Тем не менее Вот Изделие Одно Изделие Из первых Разработок Которые Сделали Плазменный Комплекс Он Уже На рынке Больше Десяти лет Прошел Много Этапов Развития Своего Но Тем не менее Продолжает Выпускаться Пользуется Спросом И Работает На благо Людей Так что Вот Это Пример Того что Все таки Оборудование С большим Сроком Службы Это Не так Плохо Не надо Стараться Гоняться За новыми Фасонами И так далее Самое главное Чтобы оборудование Удовлетворяло Нужные Потребности Запросы И позволяло Получать Потребителю То Что Он От него Хочет Так что Такие Пироги Такая Добавить Добавить Дополнить Дополнить Информацию Значит Сейчас Мы Приступили К формированию Комиссии По Аттестации Лаборатории Это первичный Этап Который На Проходе До Более Серьезных Этапов Вот После этого Комиссия В соответствии С действующими Регламентами Выполнит Весь Необходимый Объем Работ Актирует Заключение Сделать И так далее И Можно Будет Полагать Что до Конца Января Месяца До начала Февраля Мы Этап Старс Также Надо Сказать Что Сейчас На Площадку Поступают На Рядовной Площадке Поступает Оборудование Которое Необходимо Для Выполнения Заказов Первых Заказов Потому что Для того Чтобы мы Перешли Практическим Действием По заключению Договора Необходимо Наличие Всего Необходимого Комплекса На Оборудование Которое Позволит Эти Работы Выполнить Ну и Наверное Все Обратили Внимание Опять Так Кто Видел Сударева И Видно Что Оборудование Это уже Специфическое Несколько Специфическое Следующий Момент Насчет Участка Участок Номер 16 Рассматривается Валабуша Номер 16 Да Он Раньше Был Выделен Для Другого Проекта Но Этот Проект Себе Не Оправдал Вот Сейчас На этом Участке Выросли Березы Чуть ли не Березы Рощи Наверное Придется Решать Вопрос С Этими Березками Так же Как Зелеными Насаждениями Хотя Раньше Эта Площадка Была Подготовлена Тем Не Менее Деревья Успели Выраст Поэтому Будут Некоторые Проблемы Я Надеюсь Что Они Не Столь Серьезные Но Решать Придется Это Дополнительно Ко всем Остальным Мероприятиям Вот Поэтому Что Можно Сказать Что Да На карте Сейчас Пока Он числится За другой Организацией И Карта Будет Актуализирована Только После того Когда Будет Подписан Договор Договор Будет Подписан Надеюсь В ближайшее Время Потому Что Мы Всю Работу Которую Необходимо Было Сделали Сейчас Есть Еще Некоторые Моменты Небольшие Там Ну Они Тоже Решаем Решаются Это Связано С Последними Изменениями Законодательства Ну Я думаю Все В ближайшее Время Будет Завершено Так что В принципе Основные Новости Не так Много Чего Было Сделано За эту Неделю Казалось Бы Но На самом Деле Работа Рутинная Сложная Но Нужно Ее Надо Делать Вот И Делаем Гропотливо В то же Время Продолжаются Работы По Двигателям По Их Тестированию Снятию Характеристик Формированием Протоколов Эти же Протоколы Сейчас Переводятся На Английский Язык Делается Такой Пул Вот Который Будет Использован Для Дальнейшего Продвижения Проекта И вот В связи с этим Тут вопрос был А что Китай Возьмет Сделает Повторить Понимаете Не сложно Повторить Модернизацию Когда у тебя есть Схема Обмоточные Данные Да ты берешь Серийный Двигатель Меняющий Обмотки Ну и Получаешь Двигатель С определенными Характеристиками Совмещен Мерку Это Простейший Путь Этот Путь Реализуется В рамках Проекта АСПП Компания АСПП Но Это Не проектирование Нового Двигателя А вот Повторить Новый Двигатель Даже Имея его В руках Ну не так То просто Потому что Повторение Потребует Уже Значительных Затрат На подготовку Производства Это уже Не так Просто Это Не так Просто Это Уже Затратный Механизм И На него Пойдут Только В том Случае Если Будут Понимать Кому Как Продавать Ну и Как Только Они Начнут Копирайты Где-то Выйдут На рынок С такими Двигателями Естественно Поймать Их За руку Привлечь К ответственности Намного Проще Нежели Тех Которые Занимаются Нелегальной Модернизацией Двигателей Это ясно И понятно Именно Поэтому В качестве Основного Коммерческого Проекта Взято Направление Разработки Новых Двигателей Это Ответ На тот Вопрос Что Если Кто-то Скопирует Не так Это Просто Копировать А В то же Время Допустим Взяли Один Двигатель А Ежедневно Порядка Десяти тысяч Разновидностей И Для этого Придется Им Вылавливать Все эти Десять тысяч Это уже В удовольствии Не из дешевых Затратные Пока Будут Вылавливать Для копирования Двигатели Двигатели Естественно Тот Кто Является Родоначальником От Процесса Спокойно Уходит Вперед И Тогда Приходится Все время Догонять Играть Догонялки Но В принципе Это нести Затраты Неоправданно Поэтому Это Не выгодно Вот Если Обратить Внимание Был Такой Проект Это Видеомагнитофон Кассет Соединенные Штаты Не выпустили Ни одного Кассет На магнитофон Потому Что Они Прекрасно Понимали Что Пока Они Будут Заниматься Созданием Своих Производств И так Далее Там Все это Уйдет Вперед И Со временем Все это Загнется Потому Что Было Ясно Понятно Что Существуют Еще Другие Методы Накопления Информации Больших Объемов Информации Аналоговая Запись Она Вот поэтому Они этим И не занимались Также Не все Компании Занимались Производством Калькуляторов Пейджеров Пейджеры Туже Побыли На рынке Недолго Потом Исчезли Поэтому Копировать Не всегда Лучший Путь Ну Где-то Так Ну А сейчас Уважаемые коллеги Разрешите Я Переду Вопросов Если У вас Желание Участвовать В крупной Выставке Домострой 25-27 Апреля КВЦ Патриот В город Москва Павел Ахметов Спрашивает Павел Не знаю Пока Целесообразности Не вижу Электромотор Электромотор Сделал Что Он Организовал Производство Двигателей ДА-90С На базе Стандартного Двигателя ДА-90 Там просто-напросто Берется стандартный Пакет Железо Корпус Мотаются Совмещенные Обмотки Ну и Делаются Доработанные Крышки Устанавливается И вал Вот и все И Удельный Расход На километр Пути При равных Условиях У этого двигателя Ниже Чем У двигателя Со Стандартным Моткой Все верно В одном из первых Вебинаров Вы говорили Что Совмаш Будет Зарабатывать На новых Разработках Двигателя Модернизация На оборудовании Заказчика Продажа Лицензии На перемотку Получается Совмаш Второй Третий Не относится Вы знаете Я Либо неправильно Понял Либо Не до конца Слушал Дело в том Что Совмаш Будет Зарабатывать Только На разработке Новых Двигателей А модернизация Будет Направление Модернизации Будет Оставаться За Компанией АСПП Потому что Компания АСПП До Разворачивания Проекта Соломаш Было Заключен Большой Объем Договоров Лицензионных Ведется Сопровождение Этих Договоров И так далее Ведется Работа И это Разные В принципе Направление Коммерциализации Технологии Если Возможность Смыслить С выходом Валабуша Взять Мелкий Имиджевый Заказ Валерий Смотрите Имиджевый Заказ Для того Чтобы Выполнить Нужно Все Технологические Переделы И все Необходимые Технологические Процессы В том числе Процесс Изготовления Документации Тестирования Выпуск Установочной Партии А это Возможно Лишь Только В том Случае Если Проект Выходит На Свои Технические Возможности Да Мы Сейчас В какой-то Степени Можем Делать Какие-то Определенные Работы Мы И делаем Но В основном Это Пилотные Инициативные Работы Которые Мы Еще Начинали В рамках АСПП Почему Потому что Если мы Где-то Сейчас В этих Работах Затормозимся Из-за Каких-то Проблем С поставками Оборудования Либо С невозможностью Их размещения Ввода В эксплуатацию Либо Отсутствие Специалистов То мы То можем Это потерпеть Но Выполнив Инициативный Проект По собственной Инициативе Взятой Мы В кратчайшие Сроки Можем Его Коммерциализировать Поэтому Мы Движемся Фактически Параллельно Сразу По Несколько Направлений Для того Чтобы Застраховать Проект Всяких Неожиданностей Дмитрий Александрович А кто Такой Яковлев Игорь Который Совладельцем Это Серый Кардинал Захар Игорь Николаевич Яковлев Мужчина Весьма Приятный Наружинский Он Является Одним Из Трех Учредителей Компании АСПП И Генеральным Директором Вместе Мы С ним И с другими Членами команды Прошли Очень много Сложностей Очень Многих Проблем Знаем На Что Способен Каждый Из нас В трудных Ситуациях Поэтому Серый Кардинал Да нет Волчаром Серый С Большими Глыками Который За Дело Может Уметь Драться Так что Это не Серый Кардинал Это Серый Волчар Который Ставик Да И как Говорил Маугли Мы С тобой Одной Крови Вот Он С нами Одной Крови Какой Номер Участка Лабуша Предоставит Соломаш 16 Номер То есть Дензел Паршивый Кидал Или Я неправильно Понял Валерий Ну Какой Кидал Понимаете В бизнесе Есть Интересы Иногда Некоторые Люди Полагают Что В бизнесе Можно Не держать Слово Ну Как Правило На Первый Этапах Они Проявляются И В дальнейшем Они Не становятся Партнеры Ну Как Говорится Не Раскрыв Орех И Попробуешь Его Кус Да Поэтому Взаимодействуем Пробуем Отбираем Это Неизбежный Процесс Ну Они Проявили Себя Таким Образом Ну Для Чего Они Видят Там Свою Какую-то Дорогу В бизнесе Удачи И Успехов Его Создания Развития Единственное Я Хотел бы Им пожелать Ну Успехов И чем больше Будет товара Представлено На рынке Тем лучше Потребителям Закон 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 Можете 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 Порекомендовать Фирму Которая Занимается Патентным Сопровождением Необходимо Для Оформления Патента В области Машиностроения Сергей Вы знаете Из личного Опыта Вот Лучше Чем Сам Авто Никто Не Сможет Заняться Патентами Подготовка Их Описанием Но Единственное Да Нужны Люди Которые Опытные Могут Подсказать Это В принципе Патентный Поверение Я Честно Говоря Не знаю Кого Порекомендовать Потому Что Патентная Работа Мы Занимаемся Сами И Не Прибегаем К Помощи Сторонних Организаций К услугам Знакомый Великим Дмитрий Александрович Андреев Слободиана Благодарю Ну Вот По Участку Я уже Отвечал Как АО Соломаш Может Претендовать На Участок Ну Во-первых Не ООО Не АО А ООО Вот 69 Нет Там Были Предложения Разные Участки Но По Расположению И По Геометрии Участки Не Выстраивали Поэтому Остановились На Это Кореи Запустили Производство Магнитных Генераторов Которые Не требуют Топлива Электроэнергия Вырабатывается За счет Магнитной Тяги Которые Его Тяги Будут Его Соединять С мотором Колесом Были Нов Будут Наил Ну Я не знаю Мы Занимаемся Конкретными Моторами Вот И Если Кто-то Закочет Что-то Чем-то Соединить Это Его Право Пожалуйста Но Мы Не Планируем Это Почему Завод Не хотите В Китае Там Есть Готовое Помещение Рабочая Сила Законодательство Нормально Тут В России Могут Эту Тему Задавить Кузьма Борисович Понимаете Потому Что Во-первых Команда Сложилась Здесь Разработчики Находятся Здесь И Мы Строим Не завод А инжиниринговую Компанию Которая Будет Заниматься Разработкой А заводы Могут Быть По всему Миру И Можем Предоставлять Лицензии На право Производства Разработанных Двигателей Продавать Их По всему Миру Это Будет Основным Доходом Компании Соломаш А Сколько Примерно Стоит Лицензия На Другие Страны Андрей Спрашивает Андрей А Лицензия На что На Перемотку Модернизацию Либо На Производство Производство Чего Каких Объемов Ну и так Далее Потом Нужно Больше Конкретики Так Сложно Ответить У вас есть проект Для постройки Завода Если есть Можете Показать Его На Презентации Будет Автоматизировано Или это Будет Ручное Изготовление Что-то Убежало Подождите Не то Извините Пропустил Послушал Дензел Теперь С нами Не работает И двигатели Не производят Ну Роман Валерьевич Ну Дензел И не производил Двигатели Но Работает Сейчас Не работает Завтра Может Будет Работать Время Покажет Проверки Каких Санкций Прошел Проект С момента Подачи Заявки На Резиденцию ОСЗ Для получения Одобрения Вступления В ОСЗ Единственное Что могу Сказать Что Прошли Все Крым И Рым Огонь Воду Медные Трубы Все Департаменты И везде Защищались Презентовались Ну Поверьте Большой Есть закон Об этом Есть департамент Есть Дирекция Особоэкономической Зоны Ну Понимаете Все Пересказывать Это очень Долго Но Если Хотите Познакомиться Можно Зайти Посмотреть Требования Которые Предъявляются И Вопрос Такой Вам Это Для чего Для того Чтобы Самому Подать Если Вы Собираетесь Подавать Какой-то Проект Мы можем Переговорить Поделиться Опытом Своим Вот Поэтому Тут Вопрос Надо Более Конкретно Ставить Там И финансовые Проверки Идут И экономические Показатели Смотрят И состоятельность И техническая Сторона Смотрят И учредители И опыт Работы Там Очень Всесторонние Всесторонние Проверки Вот У вас Есть Проект Для Постройки Завода Может Есть Предпроект На Техническое Задание Сейчас Мы Работаем Непосредственно С выбранным Подрядчиком И Уже Проект Корректируется Под Его Технологии Непосредственно Если Сможете Показать Его На Презентации Все Эти Тома Понимаете Это Очень Очень Много Томов Вот И Что Конкретно Модели Планы Внешний Вид Изометрия Что Именно Будет ли Она Автоматизирована Или Это Будет Вручное Изготовление Кузьма Борисович Смотрите Мы Строим Создаем Инженеринговую Компанию Там Будет Разработка Будет Изготовление Опытных Образцов Изготовление Установочных Партий Естественно Первые Образцы Будут Делаться Неавтоматизированы 100% Это Вручную Потом Испытание Доводка Но Конечные Образцы Установочной Партии Они Естественно Будут Рассчитаны На Максимальную Степень Автоматизации Которая Допустимо Или Целесообразно При Объемах Производства Который Заинтересован Сокач И Конечный Покупатель Этой Разработки Или Потребитель Вы На встрече В технопарке Москва Будете Присутствовать Знаете Маловероятно Почему Потому что Поверьте Работы Хватает Там Будут Достаточно Представителей Компетентных Которые Имеют Полномочия И Компетенцию Ответить На все Вопросы Убежала Часть Хотелось Видеть И вас И представителей От руководства Технополиса Москва Которые будут Которые Ведут В наше Вхождение Во взял Амуш Это Зона Ответственности Но Вы знаете Дело в том Что Членов Правительства Вытаскивают На такие Встречи Оно Им Надо Это Будет Являться Гарантией Доказательством Ваших Чистых Помыслов Че За Бред Извините Вы Во-первых Напишите Себя Нормально А не Кодом Такие Коды Пишутся Да Я могу Расшифровать Ваши Что значит Обычно Такие Коды Присываются Когда Либо Получаются Виды Ножительства Либо Еще Что Регистрационные Номера Это Первое Второе Гарантией Является И доказательством Помыслов Совершенно Другой Я всю Жизнь этим Занимаюсь С 95 Года И не Надо Мне Бред По поводу Того Что Если Я Кого Притащу Туда То Это Будет Гарантия Доказательства Может Папу Римского Туда Притащить Бред Честно Подписаны Документы Бумаги Подписаны Договоры Вот С правительством Москвы Вот Гарантия Но Опять Так Чистота Помыслов Я Схожу В ближайшее Время МРТ Привезу Пронесу Вам Снимки Покажу Мозги У меня Там Чистые Может Мои Помысл Честно Говорю Даже Не Смешно Кузьма Борисович Какое оборудование Планируется Использовать Марки Модели Можно Больше Конкретики Оборудование Современное Которое Позволит Нам Выполнить Поставленные Перед нами Настоящие Перед нами Задачи Вот Марки Модели Вот Я Этого Делать Не буду Это Денег Стоит Это Работа Достаточно Серьезная Потому Что На Вебинарах Присутствует Не Торка Участники Проекта Ну И Поверьте Мне Другие Заинтересованные Лица И Конкретно Назвать Марки Модели У нас Работал Коллектив Отбирал Подбирал Перечень Еще Контактные Данные Поставщиков Все это Передать В открытый Доступ Это Товар Это Деньги И Если Я Возму Все это Выложу В открытый Доступ Извините Меня Вместо Того Чтобы Продавать Эту Информацию Но это Равно Сильно Что Залез Карман Инвестор Я Этого Делать Не Стану Дмитрий Александрович Есть Где Нибудь Ваша Биография Павел Зачем Моя Биография Что Она Даст Где Нибудь Не Знаю Я ее Не видел Я с ним Встречался Нет Ну То что Даже Как и Вашей Биографии Наверное Нет Я Обычный Человек Я Говорю Член КПСС Дмитрий Александрович Кто будет Выгодополучатель При продаже Лицензии На производство Разработанных Ванной Мотор Колес АСП АСПП АСПП Или СОВЭЛМАШ Уже Много Раз Говорено На эту Тему То что Разрабатывается В СОВЭЛМАШ Принадлежит СОВЭЛМАШ То что Делает АСПП Принадлежит АСПП И по другому Не будет То что делает АСПП Принадлежит АСПП Разные Юридические Лицы Поэтому Какие Мотор Колеса Вы имеете Ввиду Мотор Колеса Не одно Которое Там Вы сейчас Видите Даже 318 Пакет На его Базе Не одно Мотор Колесо Сделано Разработано Поэтому Тут надо Смотреть В принципе Как Алабаша Отнесется К смене Формы Собственности При Ационировании СОВЭЛМАШ Точно Так же Как И положено В соответствии С законом Смена Собственности Законом Не запрещена И не Карается Поэтому Это Закон Не противоречен Как Инвестор Я успел Собрать Подберезовики С нашего Частника В качестве Первых Дивидентов До первого Крыша Не успеете Я надеюсь Что Нет С какой Фирмы Подписан Договор О дофинансировании Можем Посмотреть Этот Договор Вот Пожалуйста Приезжайте Посмотрите Может на Матуре Одного Размера И типа Варьировать Мощность И крутящий Момент Смотрите На одном На одном Размере Пластин Можно Изменяя Пакет Набор Сколько Там Пластин 35 Милетра 50 45 Или Сколько Варьируется Соответственно Крути Максимально Крутящий Момент А мощность Ну Повысить Частоту Обороты Естественно Можно Увеличивать И максимальную Мощность Конечно Можно Все это Возможно Поэтому Я говорю Что Разработок Очень Очень Много И Если Мы Возьмем Самые Первые Варианты Мотор Колес 318 Которые Были Разработаны В компании СФП То Я не думаю Что Их Кто-то Станет Покупать И Что Есть Смысл Их Продавать Но Разработка Там Числиться На балансе И так Далее Но В рамках Сова Бумаж Сделаны Разработки Уже Более Совершенные Поэтому Так Сейчас Кадастовый Донор Участка 1 на 16 Который Числиться За Другой Компанией Хотелось Отметить Личную Ответственность За Каждое Слово Действие Ну Вот Вы За Свои Слова И Действие Ответ Я За Свои Отвечаю Вы Наверное Сюда Случайно Попали Дело Случайно Занесло Так Случайно И Вот Захотелось Не Нравится Не доверяете Никто Вам Не мешает Покинуть Этот Чат Так Так Что В чем Дело Вот Вы Привели Номер Ну Ну и что Ну и что Ну вот Есть Кадастровы Отведения Реестра Вот Это Номера Я вспоминал Где же я Подобные номера Видел Это номер Кадастров Новых Единственный Государственный Реестр Объектов Недвижимости И там Присываются Номера Очевидно Все таки Ваш номер С кадастров Взят Своим Именем Даже Назваться Стыдно Кадастровым Номером Назвались Как объект Недвижимости И Ясно Видно Что Личная Ответственность За Кадастровым Номером Спрятался Стоит Дай-ка Я тут По Поуничаю Нормально Вы знаете Как хорошо Отвечать Таким людям Как ты Назвался Так Получи Я точно Знаю Где есть Отпечатки Пальцев ДР Кому интересно Могу показать В офисы Пожалуйста Закодите Ну а еще Есть В милиции История Потому что Границу Пересыкнул Сколько Акции Будут иметь Инвесторы СОВЭЛМАШ Если Сейчас Мы Приобретаем 100% Акции СОВЭЛМАШ 50% Все-таки Хотелось Биоград Где учился Чем занимались Где работали Какие Должности Занимали Что Разработали Ваши Достижения И так далее Это Имею ввиду Непроличную Жизнь Разумеется Догови Достижения Есть Патенты Есть Разработки Есть Публикации Есть Причина По которой Вы умолчили Для названия Фирмы С которой Подписан Договор Дофинансирования Конечно Есть Эта Причина Называется Конфиденциальность Информации И Обязательства По Достижения Существа Несостоятельности Это Связано Инициаторы Проекта Это связано С тем Что Такие Как Теплоприбор Целый ряд Компаний Они взяли За проекты И их Не реализовали И в результате Они сейчас Вынуждены Правительство Москвы В судебном Порядке Расторгать С ними Договора И так Далее Поэтому Ожечься На Вот этих Всех Делах Сейчас Обязательным Пунктом Введено Если Нет Финансовых Гарантий Значит Проект Не Проходит Понятно Да Мы бы Этого Не прошли Вадим А естественно Это на английском Дупо Ну ладно Его личная проблема Поэтому Мы бы Не прошли И не удовлетворили Всем требованиям Предъявляемым Законом Об особых Экономических Зонах Вот и все Это Поэтому Это все Очень просто На самом деле Пусть Стонин Про биографию К примеру Как тут Пусть кто-нибудь Из команды Напишет Ну Вы знаете Дело в том Что Кто из команды Знает Мою жизнь Нет Уважаемые Коллеги Дело в том Что Биографии Будем писать Потом Вот Нам надо Делами Заниматься Люди Деси моторы Да Ну Есть Многие Которые Хотят Продать Не совсем Порядочно Поступая Там Подлог Это Не новое Изобретение Давно Известно Которое Применяется В маркетинге Так что Ну Не все Такие Люди Глупые Которые Станут На это Кидаться Нет Этих Моторов Еще Продать Хотел С вами Познакомиться Меня Называют Возрастным Динозавром А Вам Доверяю Многие Ваши Сказания Как Родные Спасибо Борис Ну Придет Время Познакомимся Я думаю Что Когда Уже Основную Базу Основную Фазу Работу С делом Когда Нагрузка Немножко Упадет Ну Тогда Сможем И Пообщаться И Повстречаться И В принципе Будет Надеюсь Будут Более Масштабные Встречи Ну И В принципе Мы И так Общаемся По Скайпу На Вебинарах Я По-моему Никогда Ни от Каких Вопросов Не уклоняюсь Не отхожу Я стараюсь Ответить На все Вопросы Так как Я это чувствую Понимаю Как это Знаю Я Уже Инвестировал Но Инвесторам Интересно Знать С кем Имеют Дело Про Биографию Для Повышения Доверия Не Лишь Не Будет Ну Понимаете Я отношусь К этому Так Что Надо По Сегодняшним Делам Судить Человеку Да Что Сейчас Сделает А То Что Вот Ну Рассказывает Про Былое Ну Зачем Понимаете Мне Вспоминается Когда 90-е Годы Страну Про Фуколи И вот Идут Пожилые Люди Уже Немощные Да Которые Страну На Стояли Великой Отечественной Войны Они идут И говорят Мы еще Вернемся Мы еще Покажем Я смотрю Бог Ты мой А что Что показывать Сил Та уже Нет Да Заслуги Были Да Все Было Но Сейчас Что А Смену Вырастили Какую Ну Вот Мы Воевали Сыночек Поживет И так Далее Вот Эти Сыночки Внучки И мы С вами В том Числе В какой То Степени Извините Про Фуколи Страну Да Вот Сейчас Нам С вами Не Профукать Вопрос Из чата На Ютубе Контроллеры Засолил Маш Контроллеры Разрабатываются В рамках Двух Компаний Где Где они Будут Производиться Сейчас Вопрос Решается Почему Потому что Разрабатывают Сол Маш Электрические Моторы Электрические Машины Контроллеры К ним Придача И У нас Инжиниринговая Компания Еще раз Но Производство Серийное Производство В рамках Сол Маш Разработка Контроллеров Компании СПП Занималась Четыре Года В общей Сложности Как дальше Будет Ну Какие Зоны Ответственности Я думаю Что Все Это Распределение Будет Сделано Справедливым Но И Поймите Одну Такую Вещь Очень Простую Рентабельность При производстве Не больше Семи Процентов А Рентабельность Разработок Всегда Превышает Сотни Процентов Почему Потому что Разработка Это Как правило Интеллектуальный Труд Материальные Затраты Несколько Иные Поэтому Что будет Продаваться Сами контроллеры Произведенные Либо Разработка Контроллеров Это Разные Продажи И Вот Что Будем Продавать Разработку Или Будем Ставить Производство Контроллеров И Дальше Будем Развивать Эту Линейку Реат Этот Вопрос Еще Пока Открытый Наверное Наверное Ваши права Ругаться На Таких Как Я Дотуш Лишь Инвестиции Составляет Поэтому Не Без Сути Буду Требольным К вашим Действиям Да Много Рады Называйтесь Именем По имени Да А Не Кадастровым Номером Какой вопрос Потому что Люди Разные Инвестируют Ну По Кадастровому Номеру Я не знаю Инвестировали Или Или И Кадастровый Номер Извините Он Имеет Отношение К чему К Земельному участку Да Вот И Все Значит Я имею Дело Не с Инвестором А с Земельным участком Что Вы Хотите Вы Уж Меня Не Обессудите Это Хорошо Лопату Руки Не Взял Пусть На Сайте Сделать Раздел С Ответами На Часто Задаваем Вопросы А Солбек Ну Я Думаю Что Да Сделать Ребята Где Ну Предложение Хорошее Оно Имеет Смысл Но Смотрите Все равно Те вопросы Будут Задавать Поэтому Сделать Надо Да Я понимаю Но Все равно Будут Задавать Все равно Надо Отвечать Ну Спасибо За Подсказку Уважаемые Коллеги Я На Вопросы Ответил По-моему Да Значит Еще раз Так Еще Вопрос Есть Я тут Смотрю В чате Что Слышно Звездные Батарейки Разработанные В Зеленограде Дмитрий Погоревский Спрашивает Ну Вы знаете Я Сейчас Актуальной Информации Не знаю Вот Поэтому Вот Сейчас Не могу Дать ответ Что там Такие Последние Новости Руслан Требуков Спрашивает В Сочи На международном Инвестиционном Форуме Будут Ваши Представители Да Планируется Быть Представителем Компании Соболмаш Должны Быть Должны Быть Наши Представители Сейчас Этот вопрос Согласово Сорешается Вот Ну У нас До конца Января Осталось Мало Дней Руслан Спасибо Ну а там Смотрите С помощью Это решается Устроителями Этого мероприятия Вот Поэтому Спасибо За предложение Сейчас там Административно Эти вопросы Порешаем Потом Ну я думаю Там они Организаторы Все это Организуют И места И все это Да Плюс ко всему У нас Там есть И Члены Нашей Команды Наши Партнеры Проживают В тех Местах Поэтому Я думаю Там У ребят Будет Будет Где пообщаться Встретиться Потому что Намного Есть Желающих Пообщаться Но Все равно Туда Если Приеду Всего лишь На Несколько Часов Потому что Ну Сейчас Наверное Нет Времени Очень Мало Времени Очень Все Сжато Очень Все Нагружено Хочется Успеть Сделать Как Можно Больше В сжатые Сроки Потому что Очень Много Надо Чего Догнать Наверстать Упущенное Поэтому Будем Общаться Вот Так В чатах Все Уважаемые Коллеги Всем Спасибо За Вопросы Спасибо За Терпение Что Вы Слушали Ну Что Предлагаю Перейти К Новостям Новостям Которые Сейчас Нас Окружают Вокруг Проекта Дуйнова Как Вы Знаете Что Главный Скажем Так Новостной Шум Сейчас Конечно Не Считая Смены Этапа И Нашу Большой Конференции 16 Февраля В Москве Является Конечно То Что Нашему Проекту Был Подписан Значит Наша Заявка На вступление В особо Экономическую Зону Алабышева Это Означает Что У нас Будет Земля Для Строительства Нашего Инжинирингового Центра Нашего Конструкторского Бюро Что Является Целью Нашей Компании И Я уже Говорил О том Что Много Работы Сейчас Связаны Именно С этим Это Работа Которая Не Очень Видна Это Работа С Бумагами Это Работа Такая Которая Не Яркая Которая Не Снимешь Много Роликов Несмотря На Это Команда Находит Еще Время Работать И В Лаборатории Конечно Работа Там Не Останавливается Это В принципе Невозможно Сделать Потому Что Задач Очень Много И Задач Есть Всегда И Для Всей Команды Соответственно Вы Можете Видеть В наших Последних Видеороликах Что Было Закуплено Новое Оборудование В частности Александр Сударев Снимал Ролик Про Стол Обмотчик Который Предназначен Для Намотки Более Мощных Крупногабаритных Асинхронных Электродвигателей Там Все Это Можно Посмотреть Там Были Установили Установили Специально Два Говорит О том Что Работа Не Просто Продолжается Сейчас В Лаборатории Продолжается На Опытном Участке Но И Что Идет Расширение Дмитрий Александрович Уже Говорил О том Что Сейчас Уже Арендованы Практически Помещения Которые Соседние Соответственно И Опытный Участок И Лаборатория Все Это Расширяется Закупается Новое Оборудование И Это Делается Все Для Того Чтобы Мы Минимум По Минимум Зависели От Того Что У Нас Происходит В Алабышево Многие Переживают Неужели Вы Будете Ждать Неужели Алабышево Это Как С Алабышево Не Получится Что И Что Дальше И Именно Поэтому Проект Продолжает Развиваться На Тех Аренных Площадях На Которых Изначально Было Сделан Проект В Своем Формате Минимум Соответственно Потому Что Я думаю Вы Помните Что Даже Сейчас То Что Уже Реализовано В Лаборатории Реализовано На Опытном Участке Является То Что Планируется Сделать В Конструкторское Бюро В Алабышево Но В Миниатюре Соответственно Несмотря на это Все расширяется Оборудование Закупается Работа Кипит Кроме Непосредственно Развития Нашего Проекта В Области Технологии В Области Работы С Двигателями Конечно Компания Также В Меньшей Степени Но Смотрит И на Серийное Производство Своей Продукции И Конечно Я Сейчас Говорю Про Двигатели Д90С И Д100С И Работа С Ними Также Продолжается Соответственно Я думаю Вы Помните Что Направление Серийного Производства Которым Компания Также Занимается Не Является Основной Целью Основная Цель Это Все Таки Разработка Двигателей Перепроектировка Двигателей С Внедрением Технологии Совмещенных Обмоток Славянка Потому Что Она Себя Уже Не Единожды Зарекомендовал Как Технология Которая На голову Выше Чем Все То Что Могут Предложить Конкуренты Соответственно Несмотря На Это Серийное Производство Двигателей Продолжается Как Вы Помните Это Происходит В Китае И Многие Из вас Уже Знают О том Что На Данный Момент Компания Приостановила Сотрудничество С Компанией Дензел Об этом Виктор Арестов Писал Неслика Раз В наших Чатах И Сообщал Об этом Публично Много Где Поэтому Многие Инвесторы Уже Знают Что Мы Не Сотрудничаем С Выпуском Карбоновых Электровелосипедов Байков И Их Продажей Ну Соответственно Занимается Этим Направлением У них Есть Сервисные Центры По Москве У них Есть Шоурум В Москве Где Можно Приобрести Различные Электробайки Электровелосипеды Они Уже Давно Следили За Нашим Проектом Они Знали Про Технологии Дмитрия Александровича Дуйнова И Как Только У них Появилась Решите Двигатели Для себя Получить Для Реализации Для Продажи Потому Что Они Видят Перспективу Этих Двигателей Они Видят Как Эти Двигатели Работают И Они Как Профессионалы В этой Сфере Сразу За эту Возможность Уцепились Ну Соответственно На данный Момент Что мы Имеем Да Они Сейчас Продают Байки С Обычными Бил Диси Двигателями С Китайскими Но Уже В феврале К ним Придет Первая Партия Двигателей ДА 90С И ДА 100С Которые Соответственно Выполнены На базе Технологии Совмещенных Обмоток Славян Коу Модернизированы Да Скажем Так Соответственно После того Как эти Двигатели К ним Придут Эта Задержка Связана Во многом С китайскими Праздниками У них Праздники Идут Немножко По другому Поэтому Заказаны Эти двигатели Были еще В декабре Но Приедут Они Только В феврале Все это Ребята Нам Рассказывали Наши встречи В офисе Это было Еще Перед Новым Годом Соответственно Они Планируют Продавать Байки Продавать Байки С нашими Двигателями С технологией Славянка Почему Это Также Интересно Потому Что Эти Ребята Очень Активные Оказались И Мы Переговорили С ним Об Очень Большом Спектре Сотрудничества Получается Выгодно Это сотрудничество И им И нам А нам Выгодно Потому Что Двигатели ДА90 ДА100 Будут Реализовываться И Двигатели С технологией Славянка Это не только Заработок И Цель Даже Не зарабатывать На этих Двигателях Конечно Первая Цель Это Популяризировать Технологию Дуинова В массах Показать Эту Продукцию С этими Двигателями Потребителю Для того Чтобы потребитель Знал На что Способны Вообще Технологии Совмещенных Обмоток Славянка Те же Люди Как Эксперты Понимают Насколько Это Перспективно Именно Поэтому Они Хотят Покупать Эти Двигатели Их Интерес Здесь Коммерческий Соответственно Они хотят На этом Зарабатывать Кроме Того Что Они Хотят На этом Зарабатывать Они Действительно Не равнодушны К технологии Дмитрия Александровича Дуинова Им Очень Нравится То Что Он Делает Им Нравится Сама Технология Совмещенных Обмоток Славянка Именно Поэтому Они Скажем Так Пообещали Ну Как Пообещали Да Скажем Так Что Возьмутся За шоурум Вот Именно Те Люди Да Они Действуют С нашим Вместе С нашим Партнером Андреем Лобовым Да То есть Они Вместе Приезжали Вот Соответственно Они Планируют Когда Все к ним приедет Все эти двигатели Все у них будет готово Организовать шоурум Надеемся Что это будет С начала марта Уже работать Почему это интересно Для каждого инвестора Ну Соответственно Конечно Именно потому Что каждый из вас В скором времени Сможет В этом шоуруме Поприсутствовать И прокатиться На различных Байках То есть Это и Байки И мотоциклы И Некоторые Электроавтомобили На которых Будут Установлены Двигатели С технологией Совмещенных Обмоток Славянка То есть Двигатель ДА90 И ДА100 Также Там будет Электробайк С мотор Колесом Дувинова На раме Спарта Многие его видели Такой красивый В общем Красный Байк Мы выкладывали Это в новости Сейчас Занимаются Его доработкой Но В скором Времени Его можно Будет Протестировать Вот Это будет Совместная Площадка Их Компании И Нашего Проекта Проекта Двигателя Дувинова Здесь Получается Выгода Всем Ну Соответственно Самое Интересное Что там Можно Будет Не только Покататься На технике С двигателями Дмитрия Александровича Дувинова Ну и Купить Некоторые Из них Конечно Это двигатели До 90 И до 100 Вот Поэтому Друзья Это будет Такой Магазин Шоурум Где Можно Будет Все Это Увидеть Где Это Можно Будет Сделать В ближайшее Время Что Самое Интересное Самое Интересное Что Многое Из Того Что Будет Шоуруме Будет Представлен На нашей Конференции Которая Пройдет 16 Февраля В Городе Москва Я Вас Всех Призываю На ней Обязательно Поприсутствовать Соответственно Поприсутствовать Там Есть Несколько Для вас Мотивов Конечно Друзья То есть Первое Это Отчетное Мероприятие Оно Достаточно Важное Это Отчетное Мероприятие Которое Проходило У нас В конце Прошлых Этапов Сейчас У нас Заканчивается Седьмой Инвестиционный Этап Нашей Компании Соответственно Мы Переходим Сразу На девятый Этап Финансирования Именно Поэтому О том Что Было Сделано За Седьмой Этап Развития Мы Поговорим Обязательно Про Алабышева Мы Поговорим Про Перспективы Которые Появляются У нашего Проекта С Вступлением В эту Особоэкономическую Зону Мы Поговорим О целях На девятый Этап Финансирования Проекта И Конечно Поговорим В целом О целях На год О том Что Будет Сделано В компании В ближайшее Время Обязательно Приезжайте И Обязательно Берите С собой Даже Тех Кто О проекте Еще Не знает Потому Что Мероприятие Будет Полностью Бесплатное Но При этом Кроме Того Что Вы Сможете Получить Огромное Количество Ценной Информации И Пообщаться С Большим Количеством Людей Это Инвесторы Это Партнеры Проекта Это В том Числе Команда Разработчиков Это В том Числе Команда Разработки Дмитрия Александровича Дуйнова То есть Еще Не весь Список Того Что Там Будет Присутствовать Мы Опубликовали Сейчас Опубликованы Только Те Транспортные Средства Которые 100% Будут Присутствовать На Этой Конференции Вполне Возможно Если Будут Подготовлены Какие Те Транспортные Велосипеды Какие То Еще Или Электроавтомобили Они Также Будут Присутствовать На Девяносто До Сто Это Будет Представлен Электроавтомобиль Пикман С двигателем Дмитрия Дмитрия Александровича Дуйнова С модернизированной По его технологии И Будет Представлены Сами Двигатели То есть Без Участия Без Состава В байке Или В электроавтомобиле Вот Спарта Будет Представлен То есть Велосипед С мотор Колесом Дуйнова Ну то Будет На что Посмотреть Это Будет Крупнейшая Наша Конференция Она Будет Международная Там Приезжают Люди Из Других Стран Это Италия Это Франция Это Индия Поэтому Хочется Сказать Что Обязательно Регистрируйтесь На Это Мероприятие Оно Будет Очень Интересным Но Мест Может На Всех Не Хватить Там Зал Ограничение Если Не Ошибаюсь Где-то 500 Человек Точно Не Посадим Как Горется Зал Точно Не Резиновый Там Вот Соответственно Что Будет Еще Стоит Отметить Что Участникам Клуба 100 И Участникам Клуба 1000 Будут Компенсированы Часть Расходов Связанные С Переездом И С Проживанием В Отеле Если Вы Из Другого Города Более Того Сейчас Вый Анонс Нашей Конференции И Там Будет Рекомендация Какой Отель Заселиться Дело В том Что Мы Смогли Договориться С Одним Из Отелей Чтобы Он Давал Скидку Участникам Нашего Проекта То Если Вы Хотите Заселиться В Там Будет Несколько Различных Бонусов Обо Все Об Этому Более Подробно Будет Написано Так Что Следите За Этим Бонусы Тоже Будут Но Только Тем Кто Придет На Конференцию Так Что Друзья Всех Жду Москва 19 Февраля Это Ближайший Ваш Шанс Познакомиться С Технологией Дмитрия Александровича Дуинова Вживую Не На Картинках Не На Этих Байках На Этих Электроавтомобилях Я Вам Ничего Обещать Сейчас Не Буду Потому Что Там Зима В Москве Сейчас Около 20 Градцев Мороза И Как Минимум Кататься Небезопасно Как Максимум Ты Негде И Обещают И Снегопады Еще До Мероприятия В общем Непонятно Внутри Могут Не Разрешить Кататься Вот Ну И В Последнее Время Мы Стараемся Делать Это Очень Аккуратно Потому Что Вы Знаете Что Когда Мы Раньше Мы Давали Кататься На Электробайке С Мотор Клесом Дуэнол Всем Желающим Но Это Не Всегда К сожалению Заканчивалось Безболезненно Особенно Для Часто Для Тех Кто Ездил На Этом Байке Потому Что Это Очень Мощное Транспортное Средство Они Все Могут Езжали В соседние Припаркованные Машины В общем Поэтому Друзья Сразу Знаете Что Не все Смогут Скорее Все Покататься Ну Кто То Возможно Сможет Но Обещать Здесь Я Ничего Не Буду Вот Мотор Системс Они В этом Профессионалы Они Будут Представлять Нам Эти Байки На Конференцию Вот Часть Из Байков Что Вы Представлены У них Есть Некие Знания И правила Как нужно Давать Людям Пользоваться Транспортными Средствами Может Они Нам Помогут В общем Решим 16 февраля Приезжайте И Все Узнаете Что Еще Интересно У нас Произошло Сейчас Декабрь Декабрь Сейчас У нас Январь Но И каждый Как и каждый Январь Завершается Ралли Которая Начинает Которая Проходит Такое Большое Ралли В общем На Камазах Называется Декар 2019 В общем Наша Российская Команда На этих Ралли Также Участвовала И 17 января Это Ралли Было Завершено Соответственно Российские Автогонщики Снова Стали Лучшими На Эти Ралли Первое Место В общем Зачете Грузовиков Занял Экипаж Камаз Мастер Эдуарда Николаева И Второе Место Также Занял Наш Соотечественник Дмитрий Сотников К чему Боя Это Рассказываю Про Дакар 2019 Как Это К нам Относится Дело В том Что Летом 2017 Года По Технологии Совмещенных Обмоток Славянка Впервые Впервые Был Перемотан Генератор Одной Из Машин Данного Спорт Клуба Камаз Мастер Перемотка Позволила Увеличить Мощность Генератора Практически На 30% Вот Соответственно Камаз Этим Генератором Перемотан На Славянку Он На нем Был Экипаж Значит Антона Шибалова Он Принял Участие В гонке Дакар 2017 В Южной Америке И Соответственно Сортовал Это было Еще В 2017 Году Вот И после Успешного Применения Этой технологии Опыт Применили Еще К другому Авто Спорт Клубы Славянку Применяли Также К двигателям Дворников Гоночных Машин Камаз Мастера В общем Примерно Так Это И Выглядело И вопрос Кто Этим Занимался Это Занимались Те же Обмотчики Лицензионные Это Занимался Не лично Дмитрий Александрович Дуинов Потому Что Многие Обращаются Про этот Камаз Тоже Многие Слышали Мне Писали Потом Что Можно Попросить Дмитрия Александровича Чтобы Перемотал Тоже Генераторы Или Тоже Дворники На Моем Автомобиле Соответственно Он Конечно Заниматься Не Будет Сейчас Планы И Цели Совершенно Иного Проекта Но К Лицензионным Обмотчикам Вы Всегда Можете Обратиться Поэтому Друзья Если Вы Хотите Также Модернизировать Свои Двигатели По Технологии Дмитрия Александровича Дуинова Обязательно Обращайтесь К Лицензионным Обмотчикам Вы Можете Обратиться В Компанию ICPP Вам Выделят Контакты Этих Обмотчиков Вы Найдете Тех Обмотчиков Которые Располагаются Наиболее Близко Именно К Вам Ну И Соответственно Там Уже Решить Вопрос С Модернизацией Того Двигателя Которым Вам Интересен Напоминаю Вам О том Друзья Конечно Самая Важная Новость Из Всех Что Я Говорил Я Уже Сказал И О Мероприятии Самое Важное Это Конечно Смена Инвестиционного Этапа Я Вас Призываю Не Забывать О Отмерить Финишная Прямая Ровно Один Месяц До Смены Инвестиционного Этапа Соответственно Наш Проект Двигателя Дуинова Переходит Уже Седьмого На Дебятый Этап Финансирования Это Означает Что Дисконт Будет Снижен 25 Февраля Причем Снижен Будет Гораздо Гораздо Сильнее Нежели Это Было Раньше Потому Что Переходим И Сразу Через Один Этап То Мы Перескакиваем Восьмой Этап Потому Что Уже Те Цели Что Были На Восьмой Этап Запланированы Мы Перешагиваем Мы Их Выполнили Уже На Седьмом Этапе Так Что Помните Про Это Кажется Месяц Это Много Но Мы Специально Сообщаем За Такой Долгий Срок Мы Решили В Этот Раз Заранее Сообщить О Смене Мы Хотим Купить Инвестиционный Пакет Но Зарплату Всех В разное Время Теперь Вы За месяц Знаете Когда Смена Этапа Вы Можете Свой Бюджет Распланировать Для того Чтобы Сделать Свою Первую Или Не Первую Инвестицию В проект Двигателей Дуинова На Девятом Этапе Условия Инвестирования Будут Гораздо Хуже Чем Сейчас И Девятый Этап Будет Совершенно Не Похож На Все Те Этапы Которые Были У нас Раньше То есть Можно Сказать Что С Девятого Этапа На Который Мы Перейдем Через Месяц Компания Начинает Новую Жизнь Я Уже Говорил О том Что Это Финишная Прямая Потому Что Можно Говорить Что Мы Перешагнули Все Ключевые Возможные Преграды Мы Перешагнули Все Все Те Контраргументы Которые Нам Предъявляли Оппоненты В том Числе И Главное Было Что Да Не Дадут Вам Землю Да Никто Вам Не Даст Здесь Построиться Никакое Государство За Вас Не Поручится В итоге Мы Имеем Что Государство Дает Нам Отмашку Государство Нам Помогает И Мы Будем Строиться Именно В особой Экономической Зоне Которая Является Государственной Поэтому Это Очень Многое Значит Для нас Не только С экономической Точки Зрения Но И С точки Зрения Нашего Статуса Как Статуса Именно Резидентов Особой Экономической Зоны Вот Соответственно Почему Именно Новая Жизнь Проекта Начинается Ну Потому Что Уже На Нашего Проектного Бюро Проектно Конструкторского Бюро Которое Мы Изначально Планировали С вами Все Строить Первый Камни Был Заложен То есть Можно Так Поделить Идеологический Проект На Три Больших Составляющих Первое Это Когда Все Шли Только Видя И Зная О том Что Дмитрий Александрович Планирует Воплотить Потом Были Сделаны Первые Уже Материальные Шаги Я говорю Конечно О первом Закупленном Оборудовании Я говорю О первых Закупленных Станках Первых Арендованных Помещениях Первых Укомплектованных Лабораторий Опытного Участка Это Уже Все То Что Можно Было Потрогать Это Все То Что Можно Было Эксплуатировать Это Все То Где Можно Работать На Технологии Что Сейчас И Очень Очень Вдохновило Что Ты Даешь Деньги И Видишь Как Твои Деньги Превращаются Во что То Реальное Во что То Настоящее Это Там Не Какие Инвестиции Знаете Когда Сейчас Криптовалюта За что Их Многие Ругают Потому Что Там Нет Ничего Настоящего Инвестируешь В сайты В IT Разработки Здесь Инвестируешь В реальное Производство В реальное Конструкторское Бюро В реальное Оборудование Соответственно Сейчас Мы Переходим В новую Стадию Потому Что Мы Говорили Что То Лаборатория Опытный Участок Это Воплощение Проекта По Своей Программе Минимум Сейчас Мы Переходим На Девятом Этапе К Первым Шагам Выполнения Программы Максимум И Это Первые Камни Еще раз Это Первые Начало Строительства Все Это Мы Увидим На Девятом Этапе И Это Будет Уже Новая Эпоха Это Будет Совершенно Иное Отношение К Проекту Когда Мы Будем Видеть Как Стены Растут Как Наше Здание Строится И Затем Как Оно Ремонтируется Как Оно Наполняется Оборудованием И Затем Начинает Функционировать Это Конечно Уже Ни Один Хейтер На Момент Строительства Не Сможет Сказать Что У вас Проект Не Настоящий Или Вы Не Делаете То Что Заявляете Девятый Этап Становится Поистине Переломным Этапом В нашем Проекте Поэтому Если Вы Планируете Присоединяться К нам Если Вы Готовы Разделить С нами Все Те Цели Которые Мы Приследуем На Девятый Десятый Дальнейшие Этапы Конечно Есть Смысл Именно Присоединяться На Седьмом Этапе Финансирования Потому Что Таких Выгодных Условий Для Инвестирования Уже Никогда Не Будет Это Я Вам Говорю Абсолютно Точно Что Касается Остальных Преимуществ Которые Вообще Существуют У нас Компания Первое Конечно Это Увеличение Рассрочки Я думаю Что Все Знают Что Сейчас Приобретя Пакет На 500 Долларов Вы Можете Его Увеличить Со Временем Допустим До Пакетов 2000 Долларов На Седьмом Этапе Хотите Увеличить Свой Пакет Делайте Это Именно На Седьмом Этапе Потому Что Потом Вероятно У Вас Такой Возможности Уже Не Будет Соответственно Помните Также О том Что Если Вы Участник Первого Этапа Предстартового И Вы На Первом Этапе Приобрели Пакет На 2000 Долларов Либо На 15 Долларов Седьмой Этап Для Вас Последний Когда Вы Можете Условия Практически Никто Кроме Вас Компания Сделать Не Может Только Те Кто Инвестировали От 15 Тысяч Долларов И Больше Так Что Пользуйтесь Если Вы Давно Хотели Это Сделать Кстати Говоря Все Те Кто Получили Льготные Условия Участия На Первом Этапе Это И Партнерские Статусы Это И Возможность Купить Дополнительные Пакеты По Бросили Знайте Что У Вас Эти Условия Отменились Так Что Не Удивляйтесь Что У Вас Там Будет Меньше Партнерских Отчислений Или Будет Недоступна Покупка Второго Пакета Потому Что Свой Пакет Вы Не Платите Обратите На Это Внимание Ну Соответственно У Вас Эта Возможность Уже Утрачена Так Друзья Я думаю Что Время Перейти К Ответам На Вопросы Я У Вас Прошу Писать Свои Вопросы Во Вкладку Вопросы Верху Вебинарной Комнаты Я Напоминаю Что После Меня Выступит Дмитрий Александрович Дуйнов Вот Соответственно Он Также Расскажет Последние Новости Он Ответит На Вопросы Они Лучше Сделать Постоянную Ссылку На Трансляции Этих Вебинаров Для Более Широкой Публикации Сергей По Есть Какое-то Ограничение На Постоянную Ссылку Нельзя Чтобы В Одной Комнате Постоянно Проходили Вебинары Поэтому Меняется Комната Более Того Вы Должны Понимать Что Вебинары Различаются По Названию По Направности То есть По Аудитории Которые Привлекаются На Каждый Вебинар Именно Поэтому В Одной Комнате Проводить Все Вебинары Не Всегда Бывает Удобно Сколько Требуется Еще Финансов Чтобы Реализовать Проект До Момента Выплаты Дивидендов Алексей Я могу Сказать Так То Что Проект Рассчитан На Три Года Полтора Уже Прошло Соответственно Через Полтора Года Планируется Проект Завершить Но Финансирование Я думаю Даже Раньше Завершим То есть Просто Еще План Время На Строительство Само Конструкторское Бюро Будет Строить Месяцев Соответственно Еще Где-то Год Компании Потребуется Для того Чтобы Получить Первую Прибыль Это Что Касается Когда Компания Планирует Получать Дивиденды Заканчивать Прежде чем Перейти К Финалу Я Вам Еще Раз Напоминаю О том Что У нас Совсем Скоро Именно Через Один Месяц Пройдет Смена Инвестиционного Этапа Так Плюсы Только Поставьте Не Вижу Один Плюс Вижу Видно Меня Слышно В чат Вебинарной Комнаты Соответственно Переход На Девятый Этап У нас Произойдет 25 Февраля И Остается У нас Ровно Один Месяц Сегодня 24 Января 25 Февраля Переход На Новый Этап Поэтому Я Призываю Вас Всех В течение Этого Месяца Распланирую Свой Бюджет Если вы Планируете Инвестировать На Седьмом Этапе Финансирования Проекта Потом Переходим На Девятый Дисконт Очень Существенно Снизится Потому Что Мы Перескакиваем Через Восьмой Этап Соответственно Это Очень Будет Резкая Смена Дисконта Смена И Ухудшение Эмиссионных Условий Обратите На Это Внимание Всем Партнерам Всем тем Кто Активно Развивает Проект Я также Напоминаю Что Время Перед Этапом Оно Как правило Самое Плодородное Самое Плодотворное Для работы Поэтому Если Вы Рассказывали Своим Друзьям О том Что Есть Такой Проект Они Сейчас Раздумья Самое Время Им Напомнить О том Что Самое Время Сделать Инвестицию Потому Что Еще Раз Седьмой Этап У Нас Заканчивается Я Напоминаю О том Что Следующий Наш Вебинар Пройдет В следующий Вторник Он Будет Посвящен Презентации Проекта Двигателя Дуинова На нем Поговорим Оо всем Самом Интересном Для Новичка То есть Об Основах Технологии О Патентах О Опытных Образцах О том Что Планирует Сделать Компания Какой Бизнес Построить И как Каждый Из Вас Может К ней Присоединиться И стать Совладельцем Того Большого Проекта И того Большого Международного Бизнеса Что Сейчас Создается На ваших Большого Образцов Как После Комп Many Компания